Здравствуйте, я врач-стоматолог клиники Сатори Мельников Алексей Сергеевич. Сегодня поговорим о пломбировочных материалах в стоматологии. С помощью пломб осуществляется восстановление поврежденной части зубов вследствие кариеса, скола или патологической стираемости. Считается возможным восстановление зубов с разрушениями до 50% коронковой части. Если утрачено больше половины зуба, рекомендуется протезирование искусственной коронкой. В пограничных ситуациях помогают укрепления пломбы штифтами. Для этого необходимо, чтобы зуб был без нервы, с запломбированными каналами. Кроме того, в некоторых случаях локализация разрушения такова, что и при маленьких дефектах установленные пломбы не справятся с нагрузками и будут выпадать. С начала 20 века происходило активное развитие пломбировочных материалов. И хотя на первый взгляд кажется, что ничего сложного нет, чтобы закрыть дырку в зубе, требования к пломбе очень велики. Посудите сами. Пломбировочный материал не должен подвергаться химическим изменениям, не разрушаться и не растворяться под действием слюны и пищи. Он должен быть механически прочим и устойчивым к стиранию. По цвету, прозрачности, светопреломлению и другим параметрам необходимо соответствие с естественными тканями зуба. Пломба должна плотно прилегать к тканям зуба и не давать усадку в течение всего срока использования. Необходимо, чтобы материал был не токсичен и безвреден для пульпы зуба, слизистой полости рта и организма в целом. Наконец, у пломбировочного материала должны быть определенные характеристики и для удобства врача-стоматолога. Такие, как пластичность, плотность, длительность рабочего времени и другие. Как вы видите, список задач для пломбировочных материалов достаточно обширен. Современный материал соответствует многим из них, но путь к идеалу продолжается. Большинство стоматологов предпочитают композитные пломбировочные материалы последних поколений. Отверждение происходит с помощью нагревания световыми лампами. Данный вид материалов состоит из неорганического наполнителя и связывающей его смолы. Частицы наполнителя различаются по размерам. Более крупные дают хорошую прочность пломбы. Более мелкие – хорошую полируемость и эстетику. Мы используем в работе микрогибридный композиционный материал Denfil. Он включает в себя комбинацию крупных и мелких частиц наполнителя. Это позволяет получить преимущество каждой группы. И убрать недостатки. Материал имеет длительный опыт клинического применения, демонстрируя превосходные отдаленные результаты. Качественный результат может получиться, когда хороший специалист работает на качественном оборудовании и пользуется современными, привычными для него материалами. Спасибо за просмотр. Если вам интересно видео, которое снимают врачи, подписывайтесь на наш канал. Будьте здоровы и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok